Привет, друзья! Сегодня, пока мы гуляем здесь по этой красоте, я хочу вам рассказать одну историю, которая поразила меня. И, скорее всего, вы её не слышали никогда и будете так же поражены. Я хочу вам рассказать историю опять об английских женщинах, о том, какие они хозяйки. Так вот, история, которая меня поразила, когда я узнала, как часто англичане стирают постельное бельё. Вот сразу хочу у вас спросить, а как часто стираете постельное бельё вы? Ну, я почему-то больше, чем уверена, что мне большинство женщин скажет, что раз в неделю постельное бельё стирает. Кто-то, может быть, более занят, или у кого семья не очень большая, скажут, что раз в 10 дней меняют и стирают постельное бельё. Так вот, что можно сказать об англичанах? Вот как вы думаете? Попробуйте догадаться с трёх раз. Как часто стирают своё бельё англичане? Так вот, англичане стирают своё бельё раз в месяц, друзья. И это ещё считается вполне даже нормально. Некоторые считают, что это слишком часто, раз в месяц стирать бельё. И это очень затратно, накладно, суетно и абсолютно незачем. И бывает, что вам скажут, что постельное бельё стирают раз в полгода. Если вы думаете, что я шучу, так ничуть не бывало. Это у них такое в порядке вещей. И вы знаете, вот даже, когда стала я узнавать, почему именно так происходит, они считают, во-первых, то, что я уже говорила, что здесь у них чистая страна, что здесь нет столько пыли, что нет столько грязи. Дальше. Они всегда употребляют, применяют, или, как сказать, используют, носят пижамы, ночные пижамы. А почему они употребляют ночные пижамы? Вот как вы думаете? Я, вообще-то, всегда склонялась к тому, что пижамы надевают, потому что холодно, чтобы было теплее. Оказывается, что да. И для теплоты тоже одевают пижамы на ночь. Но, как сказали мне, что основная причина, почему все зимой и летом спят в пижамах, это именно, чтобы не пачкать постельное белье. Вот так вот, получается, они защищают постельное белье от какого-то пота, которое тело выделяет, от каких-то сальных выделений кожи. И вот так вот у них легче постирать, они считают пижамку и не стирать полностью на громоздкое постельное белье. Я вот даже знаю такое, что кто-то, допустим, любит ужинать в постели, приносит что-то с собой, выпить в постель, тот же чай на ночь. И вот получается, что чай пролили или вино пролили. Что вы думаете? Как говорят, что они просто могут застирать это пятно, на солнышке высушить и опять это белье используют, даже не заморачиваясь на полную стирку. А некоторые уж совсем ленивые, то и застирывать не будут, а просто на солнышке высушат, вот влажность, чтобы не была в постели. И продолжают дальше использовать это постельное белье. Даже доходит до такого, что мне рассказывали тоже, такие случаи бывали, били все рекорды, что некоторые пожилые пары, они не стирают белье до года. Можете себе представить. Я, например, представить такое с трудом могу. Почему такое у них повелось? Вот они, например, считают, что если вы скажете, что вы каждую неделю стираете белье, они подумают, что вы очень расточительная и вообще сумасшедшая женщина, потому что это абсолютно не нужно. Вот, значит, во-первых, надо быть экономными. Здесь у них все стоит дорого, в том числе и вода. Вот эти все белы. Если вы стираете стиральной машиной, то вам, конечно, не составляет труда включить стиральную машину, но именно из-за того, что используется электроэнергия и вода, они предпочитают на этом экономить. Экономят на всем. Второй момент, почему они не стирают белье так часто? Потому что все-таки Англия, это не очень солнечная страна. Все-таки чаще всего здесь бывает дождик. Это наш остров является исключением. А в основном туманный альбион, как вы знаете. Здесь большая влажность, дожди очень часто, сыро. И поэтому сушить белье тоже достаточно сложно. Вот исходя из этого, как-то английские женщины ловят вот такие вот солнечные дни, чтобы постирать белье. Но это бывает крайне редко. Вот это тоже, наверное, влияет на чистоту стирки постельного белья. И даже несмотря на то, что сегодня это, в общем, как-то не составляет особого труда. Ну вот остались вот такие вот, наверное, так их консерватизм. Он остается. Он всегда присутствует. И поэтому у них вот периодичность стирки постельного белья самая частая раз в месяц. Так что вот, друзья, вот такие вещи считаются в порядке у них. И которые, в общем-то, может быть, нас, российских женщин, в ступор ведут. У них это запросто. Ну и потом, вы же знаете, наверное, что они не гладят белье вообще. Они даже свое белье не гладят, которое носят, одежду. Уже давным-давно вся Европа отказалась от того, чтобы гладить свою одежду. Это можно встретить сплошь и рядом. Ну, в основном, вы знаете, сейчас еще такие ведь стиральные машины, которые с эффектом немножко разглаживания белья нет проблем. Вот. Но, вы знаете, вот как-то у нас, если спросишь, а нужно ли гладить постельное белье? Ладно, там одежду, может быть, многие не гладят. И ладно, бог бы с ним. Но вот нужно ли гладить постельное белье? Опять же, мне большинство скажет, что, конечно, обязательно. Ну, а как же? Это же обязательно там убиваются всякие микробы, бактерии, и бог знает, чего там только. Может быть, в этом белье. Но, вы знаете, опять, даже здесь уже отстали мы со своими вот такими вот рассуждениями. Считается, что неглаженное белье, постельное, оно лучше. Даже спать на нем удобнее. Почему? Потому что, во-первых, когда вы подвергаете вот эту ткань, из которой сделана, допустим, та же простынь, подвергаете вот такой вот слишком большой температуре, то там происходит уплотнение волокон в этой ткани, и они уже не пропускают воздух, как должны бы пропускать. Поэтому, вот опять же, понимаете, вот не рекомендуют гладить белье. Если вы скажете, что как же, вот о профилактике от всяких там бактерий, от всяких вредных, кто там у нас живет, какие паразиты. Но об этом тоже давным-давно уже европейцы отвечают вам так. Во-первых, уже давным-давно ни у кого никаких клопов, там, блох или еще других разных насекомых уже давным-давно нет. Если они у вас есть, конечно, то не дай бог и с этим утюгом вам не справиться. И тогда, возможно, да, нужно применять вот такую вот термическую обработку, гладить утюгом. Но не думаю, что у кого-то остались блохи и клопы в кроватях. Вот. Поэтому, если даже говорить о каких-то клещах, то вот опять же тут объясняют они, наука все это сейчас объясняет, что вот эти вот все средства моющие, они уже значит, снабжены всякими там разными химическими добавками, которые убивают всех вот этих клещей, не дай бог. мизерных, которые под микроскопом только видны, всякие вот эти вот живые существа, которые сопутствуют нашей жизни, вот они все убиваются в результате стирки, потому что все вот это вот уже предусмотрели, и химическая промышленность здесь идет впереди. и она значит, вот уже применяет в стирке, в порошках вот такие вот специальные какие-то добавки, которые убивают всех этих клещей постельных и всяких разных. Вот, что тоже, в общем-то, меня, конечно, удивило. Ну и вот самое главное для них, то, что они опять же экономят, они экономят электроэнергию, они экономят свое время, и они абсолютно не хотят гладить белье, как постельное, так и свою одежду. И спросите у любой европейки, кто часто побывает где-то в Европе, ездит, по странам по различным, спросите, а вот гладят ли они свою одежду, а гладят ли они постельное белье, как часто вообще они стирают постельное белье, и вы удивитесь тому, что я сказала, что это на самом деле правда, и для нас непонятное, но вот так уже давным-давно в Европе существует. Ну и еще в целях экономии они когда уже собираются стирать постельное белье, то они его стирают все вместе, стараются собрать уже буквально все, что у них есть, там и полотенца какие-то кухонные, все-все-все-все-все идет туда, все какие-то там тряпки, которыми может быть даже пол моют, вот это все, они все вместе стирают, потому что опять же в целях экономии считают, что это без проблем, у нас вот как-то стараются допустим носки стирать отдельно все-таки от нижнего белья или как-то так, а у них нет, они все это вместе загрузят, вместе постирают и абсолютно не парятся. Вот такие вот опять разные мы, они и мы, и такая разная жизнь в европейских странах женщины вот такие. Поэтому женщины здесь абсолютно не заморочены домашней работой, даже, вы знаете, кстати, очень часто даже стирают они не дома, они стирают вот в этих прачечных общих таких, значит, вот приходят уже всей семьей, собирают там кучу сумок сразу, а в прачечных как вы знаете машина огромная, можно загрузить там, я не знаю, до 10 килограмм белья сразу за раз и вот они приходят раз в месяц притаскивают все, всю свою эту грязное барахло и стирают, сидят там читают и играют в компьютер или еще там что-то такое, вот, стирают, платят за это какие-то копейки и там уже все это проглажено тоже, очень хорошие здесь в прачечных стоят стиральные машины, вот, и даже большинство не имеет стиральных машин дома, поэтому жизнь у них абсолютно другая.